О, отлично. Все, добрый день, доброе утро, дорогие коллеги. Я хочу начать наш сегодняшний вебинар, который будет посвящен замечательной стране, Норвегия. Тренд летнего сезона и основные причины посетить Норвегию летом. Понятно, что ситуация в мире достаточно такая, катастрофическая, но все равно Норвегия остается быть страной для того, чтобы сюда обязательно могли приехать туристы в самое ближайшее время, когда это будет возможно. Итак, основной слоган региона фьордов – «You have to be here to believe it». Что это значит? Для того, чтобы вы увидели Норвегию своими глазами, вам нужно обязательно сюда приехать и посетить. Это просто обязательно, потому что фотографии не передают всю красоту этой удивительной страны. Если мы посмотрим на карту Норвегии, страна достаточно вытянутая. Она граничит на севере с России, также граничит… Слух нам сейчас поправлю. У меня на максимум громкость. Я говорю в микрофон. Все в порядке. Все. Страна граничит с Россией на севере, а также с Финляндией и Швецией. Достаточно вытянутая страна. Всего здесь проживает 5,5 миллионов человек. Столица Норвегии – это город Осло. Город Осло находится на одной и той же широте, что и Хельсинки, Стокгольм, Санкт-Петербург. Климат в Норвегии очень благоприятный, благодаря тому, что все побережье Норвегии омывает Гальстрим. Итак, выделяет 5 основных регионов. Это Северная Норвегия занимает примерно 1 треть всей территории страны. Центральная Норвегия, Восточная Норвегия – город Осло, столица Норвегии. Южная Норвегия – город Кристиансанд. И темно-синяя – это регион фьордов. Это самое популярное туристическое направление, о котором я сегодня и буду говорить. Итак, регион фьордов. Фьорды. Что же такое фьорды? Это узкие морские заливы, врезающиеся в сушу. Вообще слово фьорд имеет только норвежское происхождение, чисто норвежское слово. Итак, мы отправляемся в регион фьордов. Недаром многие издания, такие как General National Geographic Traveler и многие-многие другие, Lonely Planet признают Норвегию и норвежские фьорды одним из самых популярных направлений в мире, одним из чудес света. Почему? Конечно, благодаря удивительной и прекрасной природе. Это норвежские фьорды, которые были образованы в результате схождения летников. Когда летники сошли, и туда зашла морская вода, и тем самым образовались фьорды. Фьорды есть во многих странах мира, но такая концентрация фьордов, как есть в Норвегии, а в Норвегии их насчитывается более тысячи фьордов, нет нигде в мире. И поэтому очень часто Норвегию называют страной фьордов. Знаете, много существует крылатых выражений. Например, увидеть Париж и умереть. Вот хочется сказать, что увидеть норвежские фьорды и родиться заново. Это действительно незабываемое-незабываемое впечатление. Когда ты чувствуешь, вот это прямо ощущаешь красоту природы, когда ты находишься именно там. Ты дышишь очень чистым воздухом, прикасаешься, пьешь очень вкусную воду и вообще находишься в таком райском месте. Так что, как говорится, увидеть фьорды и родиться заново. Итак, что бы, вот если мы говорим о регионе фьордов, что обязательно нужно посетить? Самое лучшее, что есть в регионе фьордов. Ну, начнем мы наше путешествие с города Ставангера. Ставангер – это нефтяная столица Норвегии, которая находится на самом юге региона фьордов. До 70-х годов прошлого века Норвегия достаточно была бедной страной. И когда вот в конце 60-х, 60-х, 70-х годов нашли нефть и газ, углеводороды, страна превратилась в одну из самых богатых стран мира благодаря углеводородам. Ставангер также знаменит своей гастрономией. Очень много мишленовских ресторанов открыто в этом городе. Город наполнен такой деревянные домики, белые, такие белые деревянные домики с красными крышами. Это типичный, вот типичный архитектурный стиль этого города Ставангер. Итак, мы отправляемся дальше от города Ставангер. И недалеко от него находится известная кафедра «Скала-проповедника» или «Пал Петрок». Это место стало очень популярным среди многих туристов, потому что сюда маршрут занимает около 3-4 часов. То есть достаточно легко, в принципе, каждый может оселить сюда прогулку. Не очень трудно, ну, в принципе, этот хайкинг до этой «Скалы-проповедникова» доступен каждому желающему. Эта «Скала» также стала очень популярна после того, когда сюда приехал Том Круз, и здесь проводили съемки «Миссия невыполнима-6». То есть, может быть, из вас кто-то смотрел, может быть, узнает именно съемки фиордов и съемки скалы, и съемки вот таких красивых видов, которые были показаны в данном фильме. Что же такое «Скала»? «Скала» – это 600 метров квадратных такое плато, которое надвисает над Люси-фиордом. На высоте 604 метра над уровнем фиорда. Следующая достопримечательность этого региона, который также находится на фиорде Люси-фиорд – это горошина. Ее также называют «херак». Херак по-разному пишут, потому что норвежский язык отличается от русского. Но это как бы горошина, которая застряла между двух высоких гор. Высота каждой горы достигает 1000 метров. Хардангер-фиорд – это следующий фиорд после Люси-фиорд. Если мы сейчас отправляемся севернее, то есть Люси-фиорд и Ставангер находятся как бы на юге региона фиордов. Мы отправляемся севернее, в сторону Бергена. И вот Хардангер-фиорд, он очень действительно живописный и красивый. Но славится он своими яблоневыми садами. Здесь можно попробовать самые вкусные яблоки, сливы, груши, вишню, черешню. И также, конечно, малина, яблок, клубника, земляника. И все, что тут, чем знаменит данный фиорд. Дальше, недалеко от Хардангер-фиорда, расположена одна из самых зрелищных площадок, которая носит название «Язык тролля». Но в отличие от Пал Петровка, кафедры правоповедника, конечно, «Язык тролля» достаточно трудный маршрут. Сюда маршрут занимает 8-10 часов. То есть это очень нужно знать об этом заранее, что люди должны отдавать, или туристы должны отдавать себе отчет, что они смогут совершить такую долгую пешую прогулку к этому камню. Вообще с троллями в Норвегии очень много связано легенд. Тролли – это как наш, наверное, домовой, который живет ночью, они являются троллями, а когда только первые лучи солнца выходят за горизонт, они становятся камнями. Поэтому в мифологии Норвегии очень часто встречается название тролль и много даже названий, связанных также с этим персонажем. И «Язык тролля», и «Дорога троллей», и «Холм троллей», и многое-многое другое, что связывает Норвегию, что можно найти, какие ассоциации возникают при употреблении слова «Норвегия». Многие, наверное, из вас смотрели мультипликационный фильм «Холодное сердце». Там тоже живут такие замечательные существа, тролли, которые превращаются потом в камни. Итак, «Язык тролля» – это одно из самых зрелищных площадок, согласно Lonely Planet. Он действительно сказал, что язык тролля – самое красивое место для того, чтобы сделать свое собственное селфи. Ледник. В Норвегии расположен один из самых крупных ледников в Европе. Носит название «Юстедалсбрен». У него около 50 различных рукавов, и каждый рукав носит свое название. Ну, наверное, в России больше всего самый популярный «Бриксдаусбрен». Больше всего маршрутов, экскурсионных программ именно с посещением данного ледника. Из-за того, что сейчас ледники тают, действительно, люди, норвежцы очень обеспокоены вот этим глобальным потеплением, и действительно, просто на глазах ледники тают. Когда ты смотришь фотографии или книжки этих мест, которые были сфотографированы там 5-10 лет назад, ты не можешь узнать, что это на самом деле было так, потому что ледники намного сильно растаяли. Но все же они доступны для туристов. Можно спокойно забраться в кошках и совершить такие пешие прогулки по леднику. Действительно, это такая экскурсия, которая никого не оставит равнодушным. 9 из 20 самых высоких водопадов в мире расположены в Норвегии. Это не только мощь, которая, не только красота, которую ты можешь любоваться, когда ты смотришь на эти водопады, но это также источник энергии. Норвегия получает энергию от водопадов. Вот на фотографии изображен водопад, который носит название Верингфосен. Это один из самых крупных, больших водопадов в Скандинавии. Его высота 186 метров. И буквально через несколько лет здесь будет открыт первый в Норвегии стеклянный мост, который позволит туристам прогуляться и почувствовать еще поближе, прикоснуться к очень красивым видам и к мощи этого водопада. Какие же активности в регионе фьордов, и в том числе на Хардангере? Здесь, конечно, рай для людей, которые хотят заняться активным отдыхом, и пешие прогулки, и велосипедные прогулки, и байдарки, и канои, и рафтинг, и веа-ферата. Любое разнообразие. Вообще норвежцы очень активная нация. Зимой все катаются на лыжах без исключения, а летом, конечно, все активно проводят свой досуг и занимаются активным видом отдыха. Дальше мы перенесемся в город Берген. Берген также себя называет воротов царства фьордов. Почему? Потому что именно из города Бергена открываются и начинаются многочисленные туристические маршруты с посещением самых красивых, самых интересных мест в регионе фьордов. На фотографии изображена известная набережная Брюген, которая также внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В центре города любителям и гурманам местных деликатесов, а в Норвегии, конечно, местные деликатесы, это прежде всего рыба и морепродукты, получат истинное удовольствие. Можно попробовать и гребешки, и креветки, и семгу, и лосось, и форель, и даже мясо кита для самых искушенных любителей еды. Это находится, такой фишинг-маркет, находится в центре города Бергена. Также можно подняться на таком трамвайчике в Флюэн, прямо из центра города, он поднимет на гору, где можно понаблюдать Берген с высоты птичьего полета. Недалеко от города Берген расположен известный музей известного норвежского композитора Грига, где он жил и творил свою музыку. Вот этот его дом, вот если вы посмотрите в левом нижнем углу, это вот действительно проживал, это его была резиденция. И, конечно, норвежцы очень гордятся, что Григ – это их норвежский композитор. Здесь можно увидеть и место, где он писал свою музыку, небольшой такой домик на берегу ферда. Вообще, место, где находится дом-музей Эдварда Грига, носит название, опять же, тролль Хауген, холм троллей. И вообще, и Григ был, его жена Нина также были похожи на два небольших тролля. Они были очень маленького роста. Так, мы переходим дальше. Мы переходим, мы недалеко от города Бергена расположен или находится самый большой в Норвегии фьорд, который носит название Согнефьорд. Он еще называется Королем фьордов. Он действительно самый глубокий, самый длинный фьорд в Норвегии. Глубина достигает 1308 метров, а длина – 204 километра. Рукав Согнефьорд доносит название Неррефьорд. Это самый узкий норвежский фьорд. Его ширина в самом узком месте достигает всего лишь 250 метров. Этот фьорд несен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Норвегия в миниатюре. Это на самом деле Норвейн и Натшо. Это самый популярный маршрут в Норвегии, особенно для индивидуальных туристов, которые хотят посмотреть Норвегию за короткий срок и самостоятельно. Организована компания Фьорд Турс, которая дает возможность увидеть все самое красивое за, можно сказать, за один день. Вы можете отправиться из города Осло на железный... Вы покупаете такой единый билет, который дает возможность совершить такой вот маршрут. Из Осло, например, туристы приезжают, прилетают в город Осло, они едут на поезде до станции Мирдален, потом они пересаживаются на Фломскую железную дорогу, спускаются вниз до местечка Флом. По Фломе они пересаживаются на небольшой экскурсионной, катер, который доставит туристов до Гудвангена. В Гудвангене все пересаживаются на автобус, и автобус через красивые места Сталхейм довозит уже туристов обратно к железной дороге на станцию Вос. Из Воса можно отправиться в Берген или отправиться обратно в Осло. Такой очень популярный маршрут, он работает 365 дней в году, независимо от количества народа, от количества групп, все это организовано, и все понятно. Когда турист выходит с этим билетом, он понимает, куда ему дальше идти, как путешествовать. Такой очень удобный способ увидеть красивость за короткий период времени. Фломская железная дорога. Несколько слов о ней. Это действительно уникальная железная дорога. Она является одной из самых крутых в Европе. Длина достигает 20 километров. Это как бы она по виражу спускается вниз, такому по серпантину, со станции Меркдалина до деревни Флома. Совершает несколько остановок, одна из которых очень интересная. Это там можно выйти и понаблюдать, пофотографироваться на фоне красивого водопада. Также там встречает известный персонаж в Норвегии Хильдра. Хильдра – это девушка с коровьим хвостом, которая приглашает всех желающих или мужчин, которые очарованы ее красотой к себе. И после этого, когда мужчины приходят к ней, уже никто их больше не видел. Такая существует в Норвегии легенда. Вообще в Норвегии очень много разных интересных легенд, и гиды с большой радостью рассказывают эти легенды своим туристам. Во Фломе также открылась самая длинная зиплайн в Скандинавии – 1381 метр. То есть для самых даже таких экстремальных путешественников здесь также можно хорошо, используя, провести свой досуг. В регионе Флом, в Неррефьорде, или Рукаф Согнафьорд, курсируют два новых электропарома. Что значит электропаром? То есть он действительно, чтобы не загружать окружающую среду, загрязнять окружающую среду, прошу прощения, этот паром как бы курси, как вот он плывет по фьорду, не оставляя, естественно, никаких, ничего после себя, только электричество, и поэтому действительно такой новый способ вот паромного сообщения в Норвегии набирает обороты. Я знаю, что уже через несколько лет здесь будут открыты новые, новые, новые такие паромы. Действительно, ты не слышишь шум мотора, ты просто вот паришь над фьордом, ты слышишь только звук воды и пение, или там крик чаек, которые кружатся вокруг туристов, которые выходят на палубу, и очень часто либо они кормят чаек, либо просто наблюдают за безумной красотой природы. ВОЗ, это также станция, которая находится на железнодорожном сообщении Берген-Осла и является частью маршрута Норвегии в миниатюре. В августе прошлого года была открыта гондола, которая позволяет туристам подняться за считанные минуты наверх и понаблюдать за безумно красивыми видами, также совершить какие-нибудь активные походы, прогулки. Ну а зимой здесь, это также горнолыжный курорт, здесь можно кататься на лыжах, и очень большое количество снега в этом регионе, поэтому летно гондола работает круглый год, летом и зимой. Следующий фьорд, Керангерфьорд, который также внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, он, наверное, считается одним из самых красивых, он напоминает букву Z с изумрудной водой, действительно очень популярный фьорд для посещения туристов. Следующий фьорд, который тоже носит название Нордфьорд, Норд обозначает север, это северный фьорд, который находится недалеко уже от города Алисунда, а на фотографии изображен лифт, ну как бы гондола, лифт, лифт в небо, который позволяет туристам за буквально 5 минут оказаться на вершине горы и наблюдать за красивыми видами фьордов, гор и пейзажем. Мы приближаемся к городу Алисунд. Алисунд считается среди норвежцев одним из самых красивых городов Норвегии. Даггинс Нарингслиф, это норвежская газета, проводила много раз разные интервью, исследования, какой город Норвегии сами норвежцы считают самым красивым, и вот очень часто, практически все время город Алисунд выигрывает данную номинацию. А почему он стал таким красивым? В 1904 году произошла ужасная трагедия. Здесь произошел пожар в одном доме, а так как была очень плохая погода, город находится на побережье, здесь был очень сильный ветер, и пожар разнесся по всему городу, и практически весь город сгорел за считанные часы. Но никто из жителей этого города не пострадали, все спаслись, все выжили, кроме одного человека, бабушка, которая просто не захотела выйти из собственного дома. Она погибла, все остальные выжили. Но в то время, конечно, Норвегия была очень бедной страной, и она не могла, наверное, сама самостоятельно выстроить город заново, поэтому она привлекла многих волонтеров, архитекторов со всего мира, и включая того из Европы, которые приехали в этот город и отстроили данный город с нуля. Так как в то время был самый популярный стиль, архитектурный стиль арт-наво, стиль модерн, поэтому этот город построен в едином стиле. Это единственный город Норвегии, который полностью построен из камня. И вот действительно каждый дом, это вот напоминает какой-то определенный стиль, элементы. И вот как ты гуляешь по городу, и себя чувствуешь, что ты находишься в музее. Атлантическая дорога, которая дает тебе возможность прокатиться, как по американским горкам, и вот почувствовать такую Атлантику, вот этот вид, безумно красивый вид, который находится уже, эта атлантическая дорога находится севернее города Алисунд. Норвежские фиорды благодаря Гальстриму не замерзают. Летом действительно Норвегия стала одной из самых таких востребованных и популярных трендовых направлений для туристов из всего мира, в том числе из России. Рост из России был достаточно хороший на протяжении многих лет, последних тоже после кризиса. Мы росли примерно около 15% в год. Но поэтому было такое принято решение на уровне государства, что разрабатывать и делать интересные туристические маршруты, продукты, которые дают возможность увидеть фиорды в течение всего сезона, то есть в течение всего года. И вот была создана такая новая концепция Go Viking, чтобы почувствовать настоящую Норвегию, чтобы почувствовать себя настоящим викингом. Вам нужно приехать в Норвегию с октября по апрель. И здесь можно также полюбоваться и совершить разные походы на самые красивые места, и не будет, конечно, такого количества туристов, как вы можете наблюдать в летние месяцы. Конечно, основной месяц, основной период посещения Норвегии – это примерно с мая по сентябрь. Ну, вот в последние годы, год, скажем так, уже намечается такая тенденция, что фиорды стали востребованы также и в межсезонье, то есть с октября по апрель. Несколько слов о рыбалке. Я не могу пропустить эту тему. Это действительно очень важное направление в туризме, потому что вообще у норвежцев, как говорится, в жилах течет морская вода. Все норвежцы очень любят ловить рыбу, и действительно в Норвегии очень много рыбы, и поэтому Норвегия, наверное, та страна, рай для рыболовов, которая дает возможность действительно почувствовать себя настоящим рыбаком. Вот даже я, вот фотография справа, это вот мой трофей, около 12 килограммов рыба-треска, которую я сама поймала. Действительно, был очень такой сложный, сложный эксперимент. Вот, ну, я могу сказать, что действительно оставила такое неизгладимое впечатление на всю мою жизнь, что я смогла поймать такую большую рыбу. То есть вы представляете, я не профессионал, которая смогла спокойно поймать треску. Что же говорить о тех людях, которые действительно любят ловить и приезжают ловить, в том числе и в Норвегии. В Норвегии действительно интерес к рыбалке увеличивается с каждым годом, и россияне выбирают это направление для своего отдыха, для именно тех, кто любит ловить рыбу. Потому что в Норвегии рыбы очень много. Конечно, если вы хотите поймать большую рыбу, там, больших размеров, то вам, конечно, нужно отправляться на север Норвегии, за палтусом, за треской. Вот спрашивают, вы ее отпустили потом. Нет, к сожалению, она уже не смогла, конечно, потом выжить. Мы ее сам сварили, съели. Это была действительно самая, наверное, вкусная рыба в моей жизни. Северная Норвегия богата такими рыбой-трофеем. Особенно, конечно, россияне любят поймать такую большую-большую рыбу, сфотографироваться, скушать ее. Центральная Норвегия богата разнообразием рыб. Там можно поймать до 20 разновидностей рыб и вот полакомиться. То есть Норвегия – это такой большой рай, как я уже сказала, для рыболовов. И рыбалка открыта круглый год. Морская рыбалка не требует лицензий. Рыбалка в пресных водах, в озерах, в регах требует лицензии. Рыбалка в фердах лицензии не требует, так как там морская вода, и считается, как бы без проблем можно ловить круглый год. В зависимости от сезона, в зависимости от типа рыбы, от типа рыбалки. Ну вот, конечно, высокий сезон – это весна, наверное. Несколько слов о транспортной доступности. В Норвегию летает прямое сообщение из Москвы в Осло два раза в день, семь дней в неделю. Также можно попасть в Норвегию на своем собственном автомобиле. Нужно проехать в Финляндию, нужно приехать в Финляндию, в Финляндию сесть на паром, в Финляндию доплыть на пароме до Швеции и дальше продолжить свой путь. Таллинг Силилайн, Викинг Лайн – это две паромные компании, которые курсируют между Финляндией и Швецией. Также с Мобиспелл можно отправиться в круиз до Стокгольма из Санкт-Петербурга. Давайте я отвечу на вопрос уже после моей презентации. Обязательно отвечу, пройдемся по всем вопросам. Норвегия, норвежская валюта, норвежский крон – это очень важно знать, потому что ни евро, ни доллар. Норвегия не входит в Евросоюз. Жители Норвегии голосовали в том, что хотят ли они быть членом Евросоюза, и два раза они отклонили данную инициативу. У них своя норвежская крона. Поэтому это нам нужно не забывать. Что касается визы, необходима шенгенская виза. Норвегия входит в Шенгенский союз, то есть при наличии шенгенской визы можно спокойно посетить эту страну. Такой важный момент насчет одежды. В Норвегии достаточно изменчивая погода, поэтому очень рекомендуем многослойную одежду. И прежде всего хорошую-хорошую обувь, потому что Норвегия, наверное, не та страна, которую можно наблюдать из машины или из автобуса. Конечно, очень часто люди хотят сами пройти небольшие экскурсии, походы, поэтому, конечно, очень удобная обувь. Ну, вам обязательно пригодится. Очки, потому что очень часто и светит солнце, и достаточно яркое солнце. Средняя температура летом плюс 18, плюс 25 градусов. То есть достаточно теплый климат. Но, опять же, могу сказать, что она переменчивая. Может быть тепло, может пойти дождь, может подуть ветер. Поэтому лучше всего вот эту многослойную одежду, ветровки, когда вы можете спокойно одеть или снять, если вам становится жарко или холодно. Наш официальный сайт Совета по туризму Норвегии, visitnorway.ru, также существует определенный сайт Norway Expert, это эксперт по Норвегии, который дает возможность всем желающим вам узнать про Норвегию еще больше, посмотреть разные презентационные ролики, прочитать в разных направлениях, чтобы у вас уже была понятная картина, как ее продавать и какие вопросы обычно возникают у туристов, когда они хотят купить данный тур. В заключение могу сказать, что все равно Норвегия, хоть индивидуальный туризм развивается очень сильно, но основная ставка, конечно, на работу с туроператорами. Почему? Потому что самостоятельно Норвегию сделать сложно. Сложно, дорого и очень долго, поэтому туроператоры разрабатывают интересные программы, возможности доступным образом, бюджетным образом для тех туристов отправиться в эту страну. И вот я очень благодарна компании TUI, с которой мы уже несколько лет проводим такое стратегическое совместное сотрудничество, и вот то, что они так хорошо стали позиционировать и предлагать Норвегию у себя в компании. Мы очень благодарны, и благодарны такой возможности, что мы смогли провести данный вебинар по Норвегии. Значит, мы являемся официально частью посольства Норвегии, вот, но сидим не в посольстве Норвегии, а рядом в отдельном здании. Вот, и теперь отвечу на ваши вопросы. Дорогая рыбалка в Норвегии. Действительно, цены, конечно, различные, в зависимости от базы, поэтому мне очень, конечно, сложно говорить, но приемлемые. Цены приемлемые, это недорого, все-таки инфраструктура в Норвегии очень хорошо развита, можно отправиться на своем собственном автомобиле, доехать до Норвегии, до севера Норвегии, либо прилететь. Вот, размещение достаточно конкурентоспособно. У компании TUI есть предложение по рыбалке также на сайте. Как она организуется? Организуется в зависимости от потребностей клиента, либо самостоятельно, либо также можно организовать и гидов, естественно, аренда лодки, аренда всего необходимого оборудования, проживания. В основном рыбаки проживают в таких домиках, которые носят название, либо коттеджи такие небольшие, либо рурби. Да, в Норвегии не нужно покупать рыбу в магазине, потому что рыбы действительно очень много. Как ситуация сейчас с вирусом? Ситуация с вирусом, конечно, серьезная. Я могу сказать, что Норвегия сразу после Италии, буквально через несколько дней, когда вот началась такая эпидемия, закрыла вначале на карантин, а потом вот полностью границы, границу, потому что действительно государство очень трепетно относится к данной ситуации, пытается максимально помочь своим гражданам победить данный вирус. Действительно, это большая-большая проблема пандемии. Я очень надеюсь, что вскоре это разрешится, потому что в Норвегии очень много туристических фирм, туристических компаний, которые ждут своих туристов, чтобы показать всю эту красоту, что можно увидеть в Норвегии. Я не знаю, когда ее откроют. Это на самом деле никто не знает, в зависимости от того, как будет разворачиваться ситуация. Все есть на официальном сайте посольства Норвегии. В России можно получить всю информацию по поводу статуса, по поводу визы. Они полностью курируют данный вопрос на территории Российской Федерации, посольства Норвегии. Я понимаю, что хотят ехать. Вот такая ситуация. Мы, к сожалению... Действительно, не хочется, чтобы это был такой страшный сон, который закончился и все началось заново. Но мы очень надеемся, что в ближайшее время все разрешится. Все хотят. Мы тоже очень ждем туристов, ваших туристов у себя в Норвегии. Спасибо вам большое. Если будут любые вопросы, пожалуйста, обращайтесь в компании Туэ. Ко мне все координаты на сайте visitnorway.ru. Это официальный туристический портал по Норвегии. Что касается денег, конечно, лучше с собой иметь карточку, потому что в Норвегии, в принципе, через несколько лет вообще она уйдет от наличных расчетов. Все будет по безналичному расчету. Поэтому спокойно с карточкой можно оплачивать практически все расходы. Ну, желательно, конечно, может быть, иметь какие-то карманные деньги на личные норвежские кроны, ну, а так карточка поможет тебе решить любые вопросы. Спасибо вам огромное. Буду ждать. Я очень надеемся, что ситуация разрешится в самое ближайшее время. Спасибо за то, что вы были с нами, за интерес к Норвегии. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.